здравствуйте уважаемые подписчики нашего канала сегодня речь пойдет о донных блеснах это можно сказать выпуск так называемый 20 лет спустя то есть порядка где-то 20 лет назад мы плотно увлекались донными блеснами и все эти годы мы периодически использовали донные блесны при ловле окуня судака и естественно за такой долгий срок у нас накопилось множество интересных моментах о которых мы сейчас и хотим рассказать дело в том что на заре использования донных блесен у нас были блесны для быстрой ловли и блесны для медленной ловли быстрые блесны они рассчитаны на довольно таки быструю резкую игру и такими блеснами мы очень быстро и эффективно искали окуня в основном конечно донные блесны великолепно работают именно по окуню но когда мы находили окуня оказывалось что более медленными блеснами так называемыми блеснами ласточкин хвост можно было найденного уже окуня ловить более эффективно и мы частенько рыбачили вместе с напарником так вот я очень хорошо искал своими быстрыми донными блеснами окуня а напарник предпочитал уже найденного окуня ловить медленными блеснами типа ласточкин хвост ласточкиным хвостом найти окуня было очень и очень сложно потому что приходилось долгое время стоять на лунке долго играть без поклевок и потом в какой-то момент начинались многочисленные поклевки и извлекалась из одной лунки большое количество рыбы но тем не менее наиболее эффективно все-таки оказывалась тактика когда ищешь окуня быстрый блесной а долавливаешь уже найденного окуня медленной блесной долгое время пока мы не увидели игру донных блесен в реальных условиях на разных глубинах мы не понимали почему один тип блесен в определенных условиях работает лучше а другой тип блесен в определенных условиях работает хуже и когда мы провели серию экспериментов то оказалось очень интересная картина дело в том что когда мы искали окуня мы использовали довольно таки активную игру резко подкидывали приманка у нас прыгала по одну причем мы думали что она прыгает довольно таки широко а как потом впоследствии оказалось чем глубже опускалась наша донная блесна тем стабильнее получалась игра но тем не менее эта игра была довольно таки резкая а резкая игра хорошо искала окуня но плохо его ловила когда уже окунь найден когда он локализован и когда собралось большое количество окуня под лункой а вот медленная блесна типа ласточкин хвост хорошо этого окуня добирала и мы не могли понять в чем дело поначалу мы думали что это речь идет о какой-то уникальной игре но по большому счету ласточкин хвост он играет медленный подъем и сброс и он плавно уходит в сторону мы думали что и на глубине ласточкин хвост уходит в сторону но потом как оказалось на глубине это просто как иголка швейной машинки это блесна ходила вверх-вниз но все это происходило плавно и когда мы это увидели то пришли к выводу что по большому счету совершенно не нужно для эффективной ловли окуня на донные блесны иметь два типа блесен достаточно использовать обычные быстрые донные блесны которыми мы окуни искали то есть когда мы находили окуня нужно было не поменять блесну как мы тогда думали а лучше было использовать просто плавный подъем и сброс и обычная наша быстрая донная блесна она превращалась по игре в тот же самый ласточкин хвост это блесна которую мы называем ласточкин хвост она тоже гвоздила на плавном сбросе игра получалась плавный подъем резкий сброс блесна опускалась в точно в точку старта и великолепно начала ловить окуней и по этой причине уже наверное лет наверное 10 мы блесну ласточкин хвост при донной ловле окуней совершенно не использую и не потому что она какая-то уникальная мы раньше думали что в этой блесне есть какая-то своя фишечка но на самом деле оказалось что по сути никакой фишечки нету то есть обычной своей любимой блесной который мы быстро можем искать окуня мы можем этого же окуня и ловить используя те знания которые мы получили при помощи подводной видеокамеры то есть при поиске окуня мы использовали быструю игру а когда окунь был уже найден чтобы резкой игрой блесны не пугать окуня нужно просто этой же самой приманкой перейти на плавный подъем сброс и она будет работать точно так же как блесна ласточкин хвост которая изначально великолепно ловила пассивного окуня вот эта фишечка которую мы разгадали но можно сказать 20 лет спустя и теперь делимся с вами уважаемые подписчики